Приветствую, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. В то время как украинские военные берут один кусок за другим территорией Курской области, совершенно ненужной бучанскому мяснику Владимиру Путину и его банде, побратимы украинских воинов, работающих на Курщине, активно уничтожают врага на оккупированных украинских землях. Сегодня мы посмотрим, что происходит на других фронтах и заметим самые интересные эпизоды. Что ж, в первую очередь посмотрим, как работает украинская авиация. Запорожское направление, удар двумя высокоточными планирующими бомбами JDM и ER повышенной дальности до 70 километров на ваших экранах. Идет сброс на фортификации командные пункты врага именно вот в этом районе, о котором я сказал. Как видите, бомбы прилетают как всегда точно и в связи со своей мощью ликвидируют военные активы противника, который ничего не может с этим поделать. Конечно, это не те сотни бомб в неделю, которые сбрасывают россияне на украинские позиции, но зато это точность. А точность дорогого стоит. И это еще одно напоминание россиянам, что им не стоит надеяться на то, что у украинцев закончатся снаряды. Не просто не закончатся, а их будет только больше. Чем больше снарядов, тем больше вот таких ошеломительных операций, которые проводят украинцы на территории Курщины. И это, как вы понимаете, только начало. И то, что на других направлениях работа в ВСУ продолжается в таком же темпе, свидетельствует, что то, сколько сил сейчас украинцы потратили на Курщины, никоим образом не ослабило их положение на других фронтах. Давайте посмотрим дальше. Донечины. Удар по военной базе оккупантов в Горловке. Мощнейший взрыв потряс этот оккупированный город. В местной паблике пишут, что взорвалось в районе машиностроительного завода имени Кирова. Очевидно, что речь идет об очередном активе противника, где тот ремонтирует военную технику. Ну что ж, будут везти в другое место. Теперь там уже, скорее всего, ничего ремонтировать не получится. Полагаю, что погибла и военная техника, и ряд оккупантов, которые работают на этом заводе. Ну а удар был нанесен, как можно понять, с помощью Хаммерса. Высокоточной американской артиллерии, которая раз за разом выручает украинцев, в том числе и в дальних и в средних тылах. В то же время не видно работы ПВО. Все чаще российские средства ЗРК оказываются бессильны против ракет GMLRS. В том числе и потому, что эти самые ПВО постепенно вырезаются украинцами на всех фронтах. Как, опять же, на российской территории, так и в ближних тылах или даже буквально на передовой. С помощью, опять же, дальнобойных или средней дальности специализированных украинских дронов. Дронов-камикадзе, которые выполнены по технологии типа Ланцет. Далее. Интересная ситуация складывается на сватово-криминном направлении. Z-public, а именно записка ветерана, говорит, что украинцы проводят испытания своих возможностей относительно дальности и грузоподъемности FPV-дронов. В течение последних двух недель систематически фиксируются попытки поражения некоторых российских позиций и районов размещения оккупантов при помощи дронов, которые несут небольшой заряд, но зато дрон, который его несет, достигает дальности 17 километров от линии боестолкновения. Дальше уже даю прямую цитату. Одновременно с этим отдельным дронам удавалось пролететь до участка аж трассы Сватово-Старобельск и предпринять попытку атаки гражданского транспорта, говорится в сообщении. Это единичный случай, но видна постепенно формируемая системность и целенаправленные пробы противника, то есть украинцев, дальше летать и заряжаться более тяжелыми мощными боеприпасами. С учетом продвижения ВСУ в сторону Кременной и близким расположением их позиций до попыток наступления в Серебрянском лесу этим летом, город страдает от ударов FPV постоянно. С Сватово также в зоне риска необходимы срочные меры по защите наиболее часто атакуемых районов города при помощи средств РЭП. Пока что известный рекорд противника на направлении это пролет 31 километр в тыл вооруженных сил России. Из этого сообщения мы узнаем два интересных момента. Первое, это то, что украинцы постепенно продвигаются в сторону временно оккупированного города Кременэ. Второе, это то, что подтверждаются наши с вами сообщения и предположения о том, что у украинцев дроны Камикадзе работают уже на расстоянии более 20 километров и даже до 30 километров. Впрочем, после того, как недавно FPV Камикадзе поразил и уничтожил таким образом российский вертолет Ми-8 с 20 единицами личного состава на борту под Донецком, а это как раз примерно 30 километров от линии боестолкновения. В общем, еще одно доказательство того, что украинцы действительно сейчас именно системно начинают использовать вот настолько далеко летающие в Пиве Камикадзе. Изначально их радиус не превышал 7-8 километров, потом он начал превышать 10 километров, потом некоторые из FPV-шек украинцев начали добираться на расстояние до 20 километров, а это уже позволяло им поражать в том числе и ствольную артиллерию, которая находится примерно как раз на таком расстоянии, потому что дальность стволки как раз составляет 20-22 километра. Ну вот теперь, как сам противник и признает, мы видим, что пролетают даже более 30 километров. И это то, что обеспечивает украинцам, с одной стороны, паритет с врагом, у которого намного больше пока что единиц военной техники и личного состава, а с другой стороны, обеспечивает им на некоторых направлениях целые преимущества. Вот как, например, это опять же произошло на Куршине. Ну и вот вам в качестве иллюстрации то, что происходит как раз на этом направлении или на смежных направлениях. Группа бойцов ВСУ Азов серьезно просунулись в Серебрянском лесничестве. И это лишняя доказательство того, что у врага на этом направлении проблемы. В том числе и потому, что часть войск оттуда противник перебросил на Харьковское направление, где, кстати говоря, его активно уничтожают. Причем теперь, когда образовалась еще и курская ситуация, врага спешно перебрасывают с Харьковского направления, теперь уже на курское направление. Ну и там, как вы понимаете, его ликвидируют. Потому что на Куршине у России наименее серьезно подготовлены позиции. Точнее говоря, их там вообще нет. Поэтому российскую военную технику и личный состав там уничтожать и захватывать на данный момент проще даже, чем на остальных участках фронта. А вот кадры из Херсонской области. Говорят, что это группа Гром. За сутки отработала по четырем вражеским пушкам и двум машинам подвоза с боекомплектом. И это в Левобережном районе Херсонской области. Говорит об этом Николаевский Ванек, который показывает эту видеозапись. Цитирую. Такие мероприятия проводятся бойцами ежедневно, чтобы было чуть-чуть потише и поспокойнее по всей линии Херсонского фронта. Ну и наконец, друзья мои, самое главное. Это что, собственно говоря, означают все перечисленные мной эпизоды. Обратите внимание, что все эти эпизоды касаются именно средней и большой дальности возможностей украинцев. Где-то это бомбы, которые поражают противника глубоко в его тылу. Где-то это дальнобойные дроны, которые обеспечивают украинцам точное поражение противника в тылах на расстоянии 15-20 километрах от линии Б столкновений. И таким образом, это лишнее напоминание противнику, насколько серьезно он проигрывает в дроновой войне, а также в войне высокоточного оружия украинской армии. Спасибо, друзья, за то, что участвуете во втором сборе для украинской армии и главного управления разведки Украины. Речь идет о сборе в пользу новой бригады ВСУ. Это одна из 14 бригад, которая сейчас формируется. Очень важно им помогать, поскольку они станут вот той самой боеспособной силой, которая будет вытеснять российского агрессора с украинских земель и бить российского агрессора на его же земле. Итак, этой бригаде необходимы лопаты, светильники, кабели, зарядные станции, а также старлинки и еще деталь для автомобиля. Полный и подробный список в описании к этому видео. А главному управлению разведки, а точнее спецгруппе ГУР Украины, необходим автомобиль для выполнения специальных задач. Общая сумма сбора 25 420 евро. Перечислить пожертвования в пользу этих двух групп можно через те реквизиты, которые я даю в описании к этому видео. А именно это банковский счет и PayPal счет благотворительной организации Hoplon Foundation, которую мы с литовским баллотером Жилинсом Святоисом создали для того, чтобы она как раз собирала и доставляла необходимое оборудование для конкретных украинских подразделений. Там же в описании к этому видео есть и ссылки на ресурсы, через которые можно поддержать наш канал. А именно PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от YouTube в виде кнопки под каждым нашим роликом. К настоящему моменту в рамках второго сбора собрано уже 11 тысяч евро, и это меньше, чем за 10 дней. Так что низкий поклон всем, кто помогает, потому что чем быстрее мы соберем эти средства, тем быстрее новая украинская бригада, точнее конкретное подразделение в этой бригаде, конкретно РОД, получит все необходимое оборудование и обеспечит себе полную боеспособность и полную боеготовность. Ну а теперь видеообращение от представителей каждой из тех групп, для которых мы ведем этот сбор. Итак, сначала выступит анонимный представитель, хотя вы его уже знаете, но я не буду разглашать его имя, вы уже помогали ему ранее, из Главного управления разведки Украины, а дальше выступит Руслан Рогованов, командир роты вот этой самой новой бригады ВСУ. Приветствую, обращаюсь к Александру и его аудитории. Наше государство и конкретно командование Главного управления разведки делает все, чтобы обеспечить нас всем необходимым. Но на определенных этапах этого не хватает. Техника быстро изнашивается, так как темп ее использования очень велик. Одной из групп необходимо транспортное средство для выполнения специальных задач. Эти задачи спасают жизни не только гражданского населения, но и жизни военнослужащих. Мы просим помочь нам и заранее благодарим. Всем добра. Я рот на одной из новых формирующихся 14 бригад. Хотел бы обратиться за помощью. Как бы я согласно ни старался, он не успевает нас обеспечить. Мы формируемся в новой лесу, поэтому обращаюсь вам как раз, пользуясь добрыми отношениями с Александром, обращаюсь непосредственно к вам. Необходимо, нам необходимы пауэрбанки большие, нам необходимы стрелинки для связи в новой лесе. А соответственно, сами понимаете, нужно это все обеспечить и организовать, и чтобы люди могли хотеть быть на связи и пользоваться светом. Гонераторов не хватает. Вот, в принципе, что еще хотелось бы попросить. Хотелось бы попросить хороших лопат. Для пехотинца лопата не менее важна, скажем так, чем тот же автомат. Ну и к нам ехал наш сын. Он говорит, что помогали ее приобрести. Она не объехала. Вот как бы все это у Александра есть. Вращаюсь сейчас к вам. В принципе, без помощи людей. Но мы бы, наверное, не выставили. А так, третья вот война, я понимаю, все устали. Всем тяжело. Будем благодарны за любую помощь. Спасибо большое всем, кто помогает в Ньюсейдер, потому что ваша поддержка обеспечивает нам возможность дальнейшей работы. Ну и, конечно, огромная благодарность от всего сердца для тех, кто помогает в ИСУ и специалистам из гор, потому что ваша помощь спасает жизни этим людям. До скорого!